Хорошо гулять по свету, с карамелькой за щекою, и еще одну для друга, я держу всегда-всегда. И мы продолжили наше путешествие по земле Зальцбург. В гостях озеро Зелемзея, гор его окружающих, долин, ледников, скал, утесов и водопадов. Здесь любая еда будет самой вкусной, тем более такая вкусная. Здесь это подходит. А какой красивый штрудинг! Здесь все красиво. Цветы, луга, речки, озера. Все. Мы еще раз встретились с Зигмунтуном, нашим любимым водопадом и ущельем. И сколько бы мы не приходили к Зигмунтуну, он всегда радует нас. Ну а это видео о нашей встрече с Капруном и его ледником. Самые высокие горы в Австрии. Самый первый вернолыжный курорт. Это Капрун. Подниматься долго. На машине, платформе, автобусе, пешком. И так, самый высокогорный курорт в Австрии. Мы поднимаемся на Капрун. В прошлом году на той же платформе, на ту же гору мы увидим Капрун. И всегда это предчувствие чуда. В этом году Капрунское озеро выглядит совсем по-другому. Оно укутано туманом. Здесь много путей разной степени сложности. И все хочется пройти. Капрун поражает любую погоду. Абсолютно активно. Ровно год назад мы были в этом же месте, на этом же озере. Но видели совсем другую картину перед собой. А я первый раз здесь. И мне очень-очень нравится. Пойдем дальше. Пойдем. И мы пошли дальше. По новым, старым, таким запоминающимся путям. Идем навстречу. С ним, с ледником. Именно с этого места можно увидеть ледник. Иглос Глокнер. И ледник Пастерс. К сожалению, ледник изменяется. С каждым годом все меньше и меньше льда. Но сейчас мы пройдем, проверим, что нас ждет в этом году. Какая красота! Красота! Не словом сказать, не пером описать. И не сфотографировать. Ледник Пастерс. Скупается, где он, сбегнет. Открывается Пастерс. Мы шли на ледник и не узнали места. Ледник заболел. Ледник просто исчез. Год назад здесь было снега полным, лед. Люди играли в снежки, катались даже на санках. Ровно год прошло, и все исчезло. Честно, первый раз в жизни так было уже. До сих пор можно увидеть край ледника, но уже очень-очень нечетно. А эти цветы появились из-под снега. Что-то уходит, а что-то приходит, все изменяется. Это природа. Конечно, через 400-900 тысяч лет может здесь опять будет прекрасный ледник, много белоснежного снега, высияющая гора, а может быть будет зеленая долина, усыпанная цветами. Описано на кольце царя Соломона, все проходит, и это пройдет. Дикая природа, она всегда красива. Это все очень впечатляет, очень. Редактор субтитров А.Семкин Не хочется его заканчивать. Такой он красивый. Ну, вернемся. Такой красоты, как в этом году, мы не видели. После чудесных дней в Зеленцея, как всегда, мы едем в Оверкраун. Да, мы едем главное путешествие года, любимое путешествие на наши тропы, на наши горы, в наш домик, в Оверкраун. Хорошо гулять по свету, с коронелькой за щекою, и еще одну за друга, я всегда-всегда держу. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-